доброе утро дорогие телезрители и конечно здравствуйте мои хорошие мои любимые подписчики на канале youtube голова садовая хватит злиться слушайте что я говорю и внимайте применяйте либо не применяйте это ваше личное желание это ваш выбор и никто вас не заставит делать того чего вы не хотите растения просто будут все лето мыть хозяйка и цепляться вам за платье ну покорми меня вот этим все закончится поэтому из этого всего можно выбрать и по денежной стоимости и потому что тащить на дачу в рюкзаке тяжело или не тяжело все что вам захочется вы просто определитесь какие растения вы высаживаете и что для них надо еще раз повторяю что дачный участок садовый участок и это интенсивная агротехника где ежегодно одно растение меняет другое либо не меняет а если не меняет значит масса болезни и почва уже истощена после перцев вообще невозможно никого посадить после картофеля тоже вы это прекрасно знаете поэтому кормить растение надо и перед тем как его посадить и в течение всей его вегетации то есть его роста а начнем мы с того что конечно вот эти все машины перегноя и навоза ну может быть в этом и есть смысл конечно только все правильно надо делать ну для начала вы заплатите хорошие деньги потом перетаскаете все на своем горбу или на тачке до бегая по участку рассыпает там и там потом надо все это вкопать на такую глубину ну то есть поработать вам придется ой-ой-ой как если вы конечно осенью бы под перепашку не отправили на ваши поля все что туда положено если вы вносите кислый навоз или перегной нейтрализатор не забудьте то есть раскислитель и я скажу почему но это в следующей программе значит а в этой программе хочу сказать что вот такие вот прекрасные бутылочки с названием лошадок мне очень нравится коровки и лошадки это вытяжки из навозов вот именно этих животных здесь есть из конского навоза судя по названию да и лошади кауры есть буцефал это тоже лошад лошадиный конский как мы называем родогор это конечно же это же имя быка и конечно это из коровьего навоза вытяжка это у нас из лошадиного бальзам для почвы то есть восстанавливающие ее ну а это фломб то есть это переработка специальным методом вытяжка тоже из конского навоза как им пользоваться на каждой бутылке написано это корневая подкормка но они все-таки разные хоть и выглядит одинаково если например вот этот вот кауры для подкормки земляники огурцов и томатов пол литра на 10 литров развели и после поливки водой подкармливаете это да не сугубо азотное удобрение нет так думать не надо в его составе достаточно веществ которые помогут растениям здесь есть и фосфор есть и калий и кальций и молибден бор марганецинк и кобальт то есть микроэлементы редкоземы введены в каждое из них хочу показать вам вот такую бутылочку это называется бочка и четыре ведра замечательная штука потому что вот это на 200 литровую бочку и плюс еще четыре ведра то есть если вы возьмете 250 литровую бочку и выльете просто в воду это уже будет подкормкой но я вам рекомендую все-таки добавлять вот такие вещества в составе которых мама дорогая тут можно обчитаться значит азот общий процентном соотношении все указано значит общий калий и органические вещества добавив в наш дачный коктейль который мы с вами делаем это конечно перед употреблением конечно не надо настаивать его это как добавка добавляется можете в ведро сразу но строго по инструкции количество это соблюдать обязательно вы конечно получите эффект еще больший вот эти замечательные банки мне очень нравится что написано здесь на крышке стряхни меня правильно перед тем как воспользоваться вот этими удобрениями а здесь на самом деле правильно называется торфогель что значит торфогель введены вещества которые держат воду в состоянии такого коллоидного состояния как жидкий холодец например да а все остальное предварительно очищенное от всяких личинок от всяких ненужностей нематод и так далее введен сюда именно торф а чем у нас является торф на огороде правильно доктором лечащий почву вот это очень важно знать и помнить расход его невелик значит если возьмете 10 столовых ложек 10 столовых ложек на 10 литров воды то перед посадкой любого растения пожалуйста налейте один стаканчик 200 грамм в лунку для того растения которые будете высаживать и это тоже очень важно помнить потому что все что здесь представлена она что делает она заставляет вот эти все вещества заставляют бактерии почвенные множиться и работать на наши растения в этом смысл а не в том чтобы горсть перегноя бухануть до помидором горы золы потом еще горстью перфосфата но на всякий случай а потом поставить корнями тот несчастный помидор и ждать от него урожая вот будет программа где я расскажу про суперфосфат как вы пользуетесь и как надо пользоваться ну я надеюсь что вы меня услышали и увидели такие удобрения компактны концентрированы не несущие никакого зла нашему огороду то есть никаких вредителей никаких личинок и уж никаких болезней точно там нет всего вам доброго и до свидания на сегодня обзор закончен а